Здравствуйте, с вами мой влог Ничего Святого, Сергеем Поярковым этот художник, который может обидеть каждого. Друзья мои, я был поражен вообще вашей реакцией на мой прошлый влог, где я объяснял, почему труп СССР так воняет до сих пор и отравляет жизнь миллионам. Ваша реакция меня поразила, я был тронут, там, растроган даже. Две тысячи с чем-то комментариев, причем большое количество из них от такенного размера, то есть людям это попало в десятку, и они рассказывали свою страницами. Я взахлеб все это прочитал и понял, что я обязан отреагировать на все ваши посты, которые вы написали, и закрыть тему СССР. Хочу начать с одного примера. Так получилось, что я вырос в университетском дворе. Все мои друзья детства это дети профессоров Киевского государственного университета. Большинство их родителей работали когда-то за границей, там, кто-то в Алжире, кто-то в Финляндии, в разных странах. У них у всех были трехкомнатные квартиры, Волги, это был цвет советской интеллигенции, ну, профессора университета, имени Шевченко. Мы все были очень начитанными, ну, как все дети, очень наивными. И я помню, что когда, вот, я понимал, что вот в Алжире лежит мумия Владимира Ильича Ленина, я же понимал, что, зная, как в Египте мумифицировали, что вообще происходило, что вот тушка, вот эта оболочка Владимира Ильича, она же лишена, как все мумии, внутренностей. То есть, как и всех приличных мумий, из нее все вот эти кишки, там, селезенки, желудки, легкие почки, печень, прямую кишку, там, все это дело достали вместе с мочевым пузырем, набили чем-то там таким нейтральным, а вот всю вот эту требуху, которая осталась от Ленина, вот всю начинку этой оболочки, которая лежит в мобзоре Ленина, как я наивно предполагал, по-честному, по справедливости, я тогда был уверен, что Советский Союз – это страна справедливости, ее, конечно же, порезали на маленькие кусочки и распространили по всему необъятному Советскому Союзу. Я думал, что под каждым памятником Ленина обязательно должен лежать кусочек маленький самого Ленина. Ну, людей же не могут обманывать, не могут же просто на пустом месте поставить вот эту вот болванку, и то есть под ним ничего нет. Значит, если стоит памятник Ленина, я же думал, что в СССР все по-честному, должен кусочек маленький Ленина лежать. Мне представлялось, что вот справедливость торжествует таким образом. И я помню, как меня искренне волновало, а вот какой кусок Ленина лежит под памятником в городе Остер Черниговской области, где жили мои бабушка и дедушка, куда я приезжал летом. И я почему-то думал, как классно, если у нас под Лениным лежит кусочек сердца, ну, там, или легких, ладно, печени. И как-то не очень хорошо, если там все-таки лежит кусочек, там, не знаю, там, прямой кишки, да, там, или мочевого пузыря. Как-то не так престижно, как сердце. Знаете, к чему я вам это рассказал? Такие же наивные представления были у большинства советских людей о жизни в целом. То есть вот инфантильность советского общества, она была просто поразительной. Взрослые люди, ну, честное слово, вели себя как дети. Они были настолько же, ну, не образованы в общечеловеческом плане. Они верили в какую-то невообразимую хрень. В стране люди верили в то, что в Советском Союзе самое лучшее в мире образование. Этот бред насаждался. Люди, которые не видели другого образования, весь этот кретинизм считали самым хорошим. Хотя было очевидно, что никто из советских людей не хотел носить и иметь ничего советского. Результатом советского образования была самая страшная, отвратительная в мире бытовая техника и ее отсутствие частое. Советские жуткие телевизоры, корявые машины, за которыми стояли очереди. Результатом советского образования была самая отвратительная, дебильная, неудобная и страшная в мире советская обувь. Все хотели достать импортную. Самая мерзкая, отвратительная в мире советская одежда создавалась именно советскими специалистами, получившими советское образование. Самая отвратительная в мире еда была именно советская, потому что в Советском Союзе пестициды использовались, ну, фактически уже до конца 80-х годов. По-моему, только в 90-м году отказались от использования пестицидов. Поэтому советские пенсионеры так много блеют и так рано дохнут именно от пестицидов. То есть их убивает Советский Союз. Та отвратительная жрачка, которой пичкали, да еще ее хрен достанешь. В этой стране очередей, где очереди были за всем. Мерзкие советские квартиры, отвратительные советские дороги. И когда говорят, что в Советском Союзе построили там заводы, порты, дороги. Да, построили! Самые говняные в мире! И в Советском Союзе было все воровано. Советские люди не знали, что все, что вокруг них, это украдено. Моя жена впервые, когда мы из Лос-Анджелеса прилетели в Нью-Йорк, попала на Нижний Манхэттен. И она сказала, о, это же Московский университет! Да! Там украли все сталинские высотки! Сталинские высотки украли в США! Кстати, они не только украли высотки. Они купили рецепты изготовления продуктов. И в том числе советское мороженое производилось по американскому рецепту, купленному в Соединенных Штатах Америки. Советские самолеты транспортные! Это украденные у Америки дугласы один в один, как и грузовики. Советские ракеты, извините, тоже были украдены. Вместе с пленными немцами приехал Хьюго Шмайстер, который и придумал автомат Калашникова. Ну, конечно, советские люди верили, что мальчик со средним образованием, так сказать, подросток Калашников, а не гениальный немецкий конструктор Хьюго Шмайстер, изобрел автомат Калашникова. То есть советским людям напарили, что ребенок, можно сказать, от Сахи, а не гениальный немецкий конструктор, автор. Советские люди были инфантильными. Они верили фактически в любую хрень, и их можно было унижать как угодно. Так людей, как в Советском Союзе, не унижали нигде, кроме африканских бандустанов. Вдумайтесь, каждую осень всех советских профессоров, доцентов, и это в советских фильмах есть, это отображено массово, и я это помню, студентов, аспирантов, как быдло, как куски говна загружали в автобусы и машины и везли копать картошку. Такого унижения, такой мерзости не было нигде в мире. И люди с высшим образованием, которые были, как рабы, плетью загнаны, вынимать буряк из мерзлого чернозема. Такого быдлячества, такого быдляческого отношения люди не терпели к себе нигде. Я хочу сказать, кто похоронил Советский Союз. На самом деле, Советский Союз похоронили мы, вот такие, как я. Потому что мы фарцовщики, и мы, собственно говоря, вот как будто это вот комсомольская, а позже уже партийная номенклатура. Вы очень многие заметили, очень правильно заметили, и я вам благодарен, что вы стали меня поправлять. Советские джинсы стоили не 120 рублей, они стоили там 240, 180, 250. Вы абсолютно правы, друзья мои. Но вы правы относительно вас, а не относительно меня. Потому что джинсы Райфл мне бабушка с дедушкой купили именно за 120 рублей. Потому что они были ветераны войны, мой дедушка был директором общепита в городе Остер Черниговской области. И по государственной цене мне купили итальянские джинсы Райфл, которые Советский Союз закупал. Но закупал он их не для дебилов-пролетариев, не для колхозников, над которыми смеялась партноменклатура. А закупали их для партийных чиновников, коммунистов и комсомольцев, для спецраспределителей, для березок, где отоваривалась партноменклатура и иностранцы. И куда не пускали советский пролетариат. Вся советская партноменклатура в рабочее время объясняли, как она любит пролетариат и о нем заботится. А во вне рабочее время ржало над этим стадом идиотов, которые верят в эту хрень. В Советском Союзе, извините, не было даже книг в книжных магазинах. По комсомольской линии, я уже когда вырос, я ездил в Болгарию и возил ящиками на черный рынок и сдавал оптовикам книги из Болгарии. Потому что в советских книжных магазинах нельзя было купить ничего интересного. Люди сдавали макулатуру десятками килограмм, чтобы купить Дюма, Дреона. Детективы и фантастика в советских магазинах не продавались вообще. Можно было либо привезти из-за границы, как это делал я, или в спецраспределителях только для партноменклатуры. Только дети советской партноменклатуры учились в МГИМО, они учились на юристов, они учились на... То есть на эти факультеты не поступали дети рабочих и крестьян. Ну практически никогда. Ну конечно для примера одного-двух туда проводили, ну чтобы как-то вот был отдельно взятый пример, что вот сын рабочего или колхозницы поступили на юрфак. Но это делалось исключительно в пропагандистских целях. Потому что 99% мест в престижных вузах были только для партноменклатуры. В художественный институт, куда я чудом перевелся из полиграфического, просто поступить с улицы было невозможно. 10 лет люди поступали, но только квота горкома партии, центрального комитета или руководство членов союза художников позволяло туда кому-то пробиться. Советские вузы были самыми коррумпированными. В советской школе воспитывали идиотов, покорных придурков. Я помню 4 или 5 класс, и было всего 2 канала по телевизору, и на одном из этих каналов показывали сериал про Капитана Немо. Ну конечно я читал эту книжку, но мне было интересно посмотреть кино, это же визуализация. А в школе нас заставили всех идти на собрание, потому что то ли съезд какой-то, то ли какая-то хрень, то ли какая-то дрянь. И 4-й, 5-й класс, как можно от ребенка требовать, вот хавать это говно, когда по телевизору Капитан Немо. И конечно, будучи уже тогда внутренне свободным человеком, я похерил это собрание и побежал смотреть фильм. А мои одноклассники и одноклассницы, вот рабски пошли на это собрание. Я уже тогда понимал, что у нас с ними в жизни будет разный результат, потому что я понимал, что важнее посмотреть серию про Капитана Немо. Чем это гребанное? Долбанное собрание там или политинформация. Людей в Советском Союзе калечились с детства. Людям рассказали какую-то хрень про советское образование. Господи, да большего дебилизма, чем советское образование нет на свете. В сотке лучших вузов мира, ну там где Стэнфорд, Гарвард, там где Йель, там где Кембридж, Оксфорд, советский единственный вуз, который туда попадал на 90 какое-то место, пару раз его туда засунули какими-то правдами-неправдами, был Московский государственный университет. Все, в советские вузы ехали учиться от африканцы, ни один европеец, ни один американец в голову бы не пришло из цивилизованной страны в этот дерьмовый советский вуз ехать учиться. Знаете, когда-то для меня эту пропасть показал один сотрудник американского посольства в Киеве. Вот Стивен, я уже не помню его там должность в посольстве, но вот я помню на Майдане, вот он был и он сказал классическую фразу. Я запомнил ее и хочу рассказать вам. Он сказал, я не понимаю, почему этот ваш мистер Янукович хочет быть королем нищих. Ведь это же, как говорится у вас, это же не круто. Круто быть президентом богатых, преуспевающих людей, а быть королем бомжей, это же не интересно. Вот это, это суть Советского Союза. Все эти Януковичи, Сталины, Брежневы, Ленины, они опустили народ в говно и хотели быть паханами говноедов. Им было не важно, что люди втоптаны в дерьмо. Им нужна была абсолютная безраздельная власть до гробовой доски. Такая вот путинщина. Еще хочу сказать, что я вот помню, когда все мои однокурсники поехали в колхоз. Я всякими правдами и неправдами взял себе такое как бы открепительное письмо. Я делал наглядную агитацию для такого завода Мануильского в Киеве. То есть в Советском Союзе все фактически нормальные люди понимали, что Советский Союз это общество с двойной моралью. То есть мы говорили одно, думали другое, делали третье. Я хочу сказать, кто похоронил Советский Союз. Это не ЦРУ, не западные голоса. Советский Союз даже не фарцовщики похоронили. Его похоронили коммунисты и комсомольцы. Посмотрите, это они приговорили Союз к смерти. Это коммунисты и комсомольцы не стали его защищать, когда он начал разваливаться. Наоборот, они первые, как шакалы, как коршуны. Будучи людьми здравомыслящими, поняли, что этот труп надо растащить на куски. Это коммунисты и комсомольцы. Стали бизнесменами, олигархами. Они похоронили Советский Союз и каждый украл себе его кусочек. Поэтому на Западе все институты, которые все вот эти вот там исследовательские центры по Советскому Союзу, куда вкачивались десятки, сотни миллионов долларов, никто из них не предсказал, что Советский Союз вот так вот просто тупо сдохнет. Хочу сказать еще, что то, что мы видим сегодня, друзья мои, это, конечно, результат западной цивилизации. От Советского Союза сегодня в цивилизации не осталось ничего. Эта страна не оставила после себя ничего. И когда какие-то кретины начинают говорить, а вот Советский Союз, мы построили шахты, заводы, дороги. Да, построили. Самые дерьмовые в мире. Порты, аэропорта, самолеты, все, что построил Советский Союз, даже танки. Это говно. Любой продукт из Советского Союза дерьмо. Даже, простите, Гагарин, который действительно первый полетел в космос, был вынужден выпрыгнуть с высоты то ли 5, то ли 7 километров, потому что не сумели построить спускаемый аппарат. Это тоже было очковтирательство. Впервые, когда в Советском Союзе целых три космонавта полетели одновременно, американцы охренели, когда они узнали, что они трех космонавтов, как селедки в банку, всунули туда без скафандра, подвергая риску их жизнь. Все советские достижения, на поверку, это одно большое очковтирательство. В Советском Союзе люди почему-то даже не знали, что американцы не просто побывали на Луне, а что они побывали на Луне 6 раз. Я вот до сих пор, когда кто-то говорит, ну вот американцы, я говорю, 6 раз они туда летали, как к себе домой, туда-назад, потому что технологически Советский Союз обосрался, цивилизационно обосрался. Советский Союз помогал африканским диктаторам, всяким вот этим Аминам, всяким Мугабе, Бакасу, какие-то вот эти вот какие-то кемерсены, какая-то вот эта гадость. Советский Союз помогал только дерьму. Нигде, где приложился Советский Союз, не построили нормальную страну. Там, где прикладывались американцы, я имею в виду там и Северную Корею, и там ФРГ, допустим. Ну смотрите, вот разница между ФРГ и ГДР огромна, как между Северной и Южной Кореей. Совок это путь в говно. Но огромному количеству людей хочется назад в СССР, заканчивая эту тему по двум причинам. Первое. Часть людей при Совке устроились. Они смогли найти себе комфортную нишу, где они могли за счет какой-то стенечки над кем-то возвышаться. Кто-то был завскладом, кто-то завгаром, как Янукович. Кто-то нашел себе какую-то партноменклатурную должность. Человек нашел себе возможность устроиться в Совке. А когда система рухнула, в новой системе, он себя не нашел. Либо те, кто в Советском Союзе понимали, что можно не работать, а все равно получать зарплату. В Советском Союзе можно было быть тупым, неконкурентоспособным, но государство все равно платило тебе зарплату. Как бы туп и бездарен ты не был, государство давало тебе возможность гордиться тем, что у тебя пролетарское происхождение. На самом деле суть Советского Союза это карикатура на нормальное общество. Они сказали, мы унизим тех, кто был воспитан в гимназии, в университете, в графских палатах. Мы уберем у них преимущество образования. Мы дадим преимущество тем, кто родился в бараке и не образован. И, конечно, такая система выжить не могла. Не могла и никогда не сможет выжить система, где токарь, слесарь зарабатывает больше, чем инженер или ученый. В Советском Союзе жила хорошо партноменклатура, жила оборонка, жила армия, но только по сравнению с другими гражданами Советского Союза. Не было в Советском Союзе, да и не могло быть, никакого бесплатного образования или бесплатных квартир. Ребята, советский человек получал сраных 120-140 рублей. Штаны нормальные стоили, как две зарплаты. Человек за эти деньги не мог купить фактически ничего. Ни машину, ни квартиру. У человека собственности квартиру не давали. Это кооперативы были только в больших городах. Человеку давали государственную квартиру, которая ему не принадлежала, притом в конце жизни. Нет, ну, конечно, если ты ехал на БАМ или Тюмень, как молодой специалист, в зажопье тебе давали квартиру, но в нормальном городе, в молодости, никто не мог получить квартиру в принципе. Надо было стоять в жуткой очереди. Заработать не давали. И ты получал в жалкие 120 рублей, а у тебя все остальное государство отнимало и за то, что ты заработал, строило какую-то хрень. Там делали какие-то танки, помогали какой-то Африке. То есть фактически у тебя государство твою зарплату забирало и вместо зарплаты тебе отдавали вонючие 120 рублей, чтобы ты мог жизнерадостно на них нищенствовать. И почему-то огромное количество людей, они не хотят это помнить, они не хотят это вспоминать. Для них почему-то Советский Союз это вот какая-то сказка. Ой, я уже наговорил больше 20 минут. Это, наверное, сильно долго. Поэтому быстро сворачиваюсь. Друзья мои, огромное спасибо. Я очень тронут вашими комментариями на мой прошлый влог. Тему с СССР мы закрываем. Я больше таких длинных роликов писать не собираюсь. Поэтому не забывайте подписываться на мой канал. Смотрите на подписки. И в ближайшее время буду вас информировать. Там будет операционный суд по Маруси Зверобой. Когда, где, куда, что я скажу дополнительно. Все. 23-я минута записи пошла. Поэтому, друзья мои, спасибо вам за поддержку. Подписывайтесь. Распространяйте. И до следующего ролика. За нами не заржавеет.